Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Всем привет! Сегодня посмотрим на новинку из Китая. Это у нас аварийный знак остановки для автомобиля. Поставляется в таком попрычном пакете. В комплекте идет USB кейбл для зарядки и также отдачи заряда, так как его можно использовать как повербанк. И знаете, что скажу? Я был удивлен качеством данного продукта. Я думал, что будет очередная шляпа из Китая, но оказалась штука довольно интересная. Меня она заинтересовала даже тем, что хоть он и маленький, но на большом расстоянии, за 200-300 метров его видно. Это был самый большой критерий и здесь с этой задачей он справился. Ну и также, естественно, всякие плюшки. Они сделали из простого аварийного знака какой-то космический корабль. Защита у нас IP44, поэтому если вы где-то встали на трассе и начался большой ливень, то можно не переживать за данный знак. Он выдержит любую непогоду, любой дождь. Мелкий, морость или ливень не закоротит и не сгорит. Здесь по сборке вопросов никаких. Все собрано под шестигранник. Винтики ABS-пластик. Довольно толстый, не скрипит, как я не пытался здесь его заломать или вообще влупить. Он хорошая сборка. Такие противоударные у нас углы. Размеры, кстати, его, если брать соотношение наших стандартных автомобильных, которые идут в комплекте, в упаковке, то, естественно, он поменьше будет в два раза. Здесь у нас 210-210-210-210, 21 сантиметр, короче. Поэтому стоит на это обратить внимание. Маленький, компактный, поэтому меня он полностью устроил. Также большим плюсом является, что здесь у нас есть фонарик. Три светодиода мощных, как заявлено, 50 Вт. На самом деле мы понимаем, что китайские 50, это на самом деле 25, а может и 20. Но, в принципе, светит ярко, если аккумуляторы полностью заряжены. Также светодиодная красная лента. Четыре режима свечения. И работает на двух аккумуляторах формата 18650. И также можно менять его на три пальчиковых батарейки по 1,5 В, если нет аккумуляторов. Также можно запитать его от повар-банка, будет работать. Или даже от прикуривателя в машине 5-ти вольтового, если у вас есть, например, кабель 3-метровый microUSB. У меня он есть, поэтому всегда в машине лежит, не знаю зачем, но такая штука у меня есть. Поэтому даже если нет ничего, запитали, поставили за машиной, и знак будет видно. Будет работать без перебоев. Прорезиненный вкладки. Четыре режима свечения, чтобы влага не попадала. Сборка меня порадовала. Также есть еще такая вот ручка на 180 градусов. Очень удобно для переноски. Как переноску использовать. Она вот с характерными такими щелчками и стабильно держит постоянно. В любом положении. Естественно, можно поставить его как угодно. И будет вам счастье. Блин, китайцы, конечно, бывают, удивляют. Опционально можно покупать сразу у продавца с аккумуляторами. Я взял сразу с этими аккумуляторами Ultra Fire. Но все мы понимаем, что здесь емкость 4200. На самом деле емкость будет оригинальная тысячу с копейками. Ultra Fire не славится своей популярностью данные аккумуляторы. Наоборот, запарафинили свой бренд. Ну, единственное, что меня устроило, что вот 2 недели уже этот знак у меня лежит. Я вот сейчас включаю, и емкость все-таки не проседает. Не потеряли заряд. Они хоть и мало по емкости, но они легкие сами по себе. Поэтому сразу понятно, что маленькая емкость. Но главное, что держит свой заряд. И также в аккумуляторах стоит защита. В отличие, если использовать простые какие-нибудь вырванные из ноутбучной батареи аккумуляторы. Хотя там будет емкость нормальная. Такие вот у нас отбойники стоят хорошие. Они полу-такие прорезиненные. Я думал, что будет весь АБС-пластик. Но здесь вот грубый пластик, а здесь у нас такая вот очень-очень твердая резина. Его можно лупить и не бояться. Итак, по режимам у нас идут такие вот фонарик. Два режима фонарика. Яркие и минимальные. Например, вам надо где-то залезть под днище вашего КамАЗа или легкового автомобиля. Или залезть в моторный отсек и подсветить. Или где-то подвесить у дерева и сделать свои дела. Какие-либо, не знаю, какие там, нарвать грибов или травы. И также переключаем режим. У нас есть постоянное свечение красного треугольника. Сразу скажу, что на расстоянии кажется, что это какой-то стопак. Ну, слишком низко, конечно, к земле, но стопак от мотоцикла. Поэтому всегда, я даже если буду использовать, то буду рекомендовать включать такое вот мигание. Оно более похоже на вот такое, знаете, когда едешь по трассе, где-нибудь какая-нибудь едет асфальтоукладчик, и у него там такой знак вечно горит, не очень большой, слева от кузова, чтобы ты не въехал. Ну, как бы держал дистанцию чуть левее, а не правее. Вот такая вот, ребят, история. Рекомендую, однозначно рекомендую. Единственное, что могу сказать, добавить про данный знак, если будете искать более дешевые варианты. Они есть. Есть знаки за 14 долларов, один в один будет похожий. И есть знаки точно такой же за 25 долларов. Разбежка, вот эта цена кажется большая, все-таки почти 10 долларов. Но все-таки есть разница в качестве. Заметил, что в других знаках более дешевых, данный я покупал, кстати, за 18 долларов. Взял золотую серединку, чтобы не ошибиться. Разница в чем? Естественно, в сборке, в материалах и в чем еще? Ну, естественно, в работе или в режимах. Здесь 4 режима. Свечение, мигание, фонарик. В более дешевом я смотрел, у него идет 3 режима фонарика, который нафиг не нужен, там яркий, средний, минимальный. И просто, например, мигает или просто светится. О, у меня свет погас. Села батарейка. Ладно, давайте сделаем по-другому. Вот мы так вот замутим. Будет немного плохо, но нормально. Ну, не будет, например, мигать или будет просто гореть красный треугольник. Также крышка будет, она вот здесь не встроенная, она будет съемная просто отдельно вот так вот. Достали, она даже не прозрачная. Достали и отставили в сторонку. Ну, тоже минус, потому что ее можно тупо потерять. Здесь она у нас такая вот, с характерным щелчком. Ну, чувствуется качество. Также у нас контактная группа для батареек. Будет, например, здесь пластины, что мне больше всего нравится. Ими можно, ну, они более качественные. В более дешевых вариантах будут простые пружинные контакты, которые, естественно, со временем то растягиваются, то сжимаются, то проседают, то вырываются. У больших аккумуляторов, естественно, здесь пружинные, но вот именно под маленькие пальчики, что, скорее всего, будет чаще всего использоваться. Будет такая вот неурядица. Естественно, не будет прорезиненных уголков. Они будут из дешевого пластика. И также, скорее всего, будут закреплены для вида просто будет имитация винтиков. Хотя здесь они настоящие. А в дешевых она будет простая имитация. И все собрано на простом клею. Поэтому, ребят, смотрите. Хотите сэкономить, покупайте дешевый вариант. Но можете потом пожалеть и сказать, что «Ох, шо ж ты нам нарекомендовал? Какая-то шляпа, я купил вон там за 14 дешевле. Оно оказалось там совсем говном». Поэтому смотрите, что покупаете, прежде чем что-то писать. Мне знак зашел, но, в принципе, не всем он нужен. Я так скажу. Но если есть желание, то можно приобрести. Вещь классная и удобная. Повербанк. Давайте сразу покажу, как он работает от повербанка. Так, вот так. Достали аккумуляторы. Вставляем повербанк. Повербанк. И, в принципе, будет работать. Где там кнопка? Видите? От повербанка батареек нет. Все отлично пашет. Так, ручка. Поставили и поехали по своим делам. Итак, дальше. На улице также покажу, как работает. Поэтому можете не переживать. Вот так. Повербанк убираем. Берем простые пальчики. Вставляем аккумуляторы. Ну, это у меня. Не было у меня простых батареек. Здесь аккумулятор 1,2 вольта. Они еще меньше, чем простые батарейки. Простые батарейки 1,5. И, в принципе, он работает так же мощно и уверенно. Без каких-либо трудностей. Поэтому ссылка будет в описании под видео. Переходим к демонстрации. Попробую снять хотя бы на расстоянии 100 метров, чтобы вы понимали, как он выглядит со стороны. Потому что перед столом понятно, что вроде красивая вещь, уверенная. Но, а в деле как? Надо показывать. Поэтому давайте переходим к моменту. Я с вами заранее прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Смотрите концовочку. И ссылки все в описании, если кому-то заинтересовала данная шляпа. Всем спасибо. Всем пока. Итак. Итак, проводим тест данного знака. Он в 30 метрах. Он, в принципе, видно, как мигает. Режим мигания. Фокус не могу поймать. В полной темноте. Ну, в принципе, вот приближаем. Видно. Даже если отходить, то, в принципе, очень хорошо видно. Глазу вообще замечательно. Камера не может передать тот эффект. Поэтому переживать. Так, попробуем. Другой режим. Может, будет более-менее. Фокус поймает. Нет, фокус не ловит. Но, как видим, все ловит. Точнее, видно. Девороженным глазом. Даже если будешь ехать в метрах 100, то будет вполне даже заметен данный знак. Ну, вот так он работает у нас вблизи. Не могу поймать фокус. Почему? Потому что мигает. Скорее всего, из-за этого. Попробуем просто включить, чтобы не мигало. И посмотрим, как он виден со стороны. Ну, конечно, расплывается здесь на камере. Но на глаз видно четко треугольник. Четкий. На камере-то не передается, к сожалению. Ну, вот так вот. Что-то похожее глазу. Яркий. Довольно яркий. Поэтому за 100, за 100, за 200 метров будет прекрасно видно данный знак. Хоть он довольно и меньше, чем стандартные в обычные знаки в комплектации машины, которые идут. Ну, и теперь давайте проверим еще фонарики. Тест фонариков. Ну, в принципе, неплохо он так наваливает. Знаки. Здесь все прекрасно видно. Даль светит тоже так. Ну, до частного забора. Сколько метров? 15, наверное, до того дальнего завода. Ой, забора. И поменьше режим. Поменьше режим у нас идет уже послабее. Ну, в принципе, для ковыряния в машине менять колесо или что-нибудь, только потом ковыряться вполне идеально подходит. Слабый режим. Яркий режим. Он слишком яркий для работ у машины. Ну, даже подсветка, вот она, от забора метров 5. И даже его видно под красным спектром. Вот такой, ребята, знак. Поэтому, ребят, рекомендую данный знак к приобретению. Думал, будет полная шляпа, ну и реально рабочая штуковина. Маленький, да и эффективный. Поэтому ссылки будут в описании под видео. Рекомендую продавца. Четкий товар присылает. Без каких-либо косяков. Кстати, аккумуляторы до сих пор уже неделю и даже больше уже стоят. Даже не заряжал, не подзаряжал, пока она приехала. И не теряют заряд. Хоть аккумуляторы и полное говнище. Аккумуляторы можно будет заменить в любом случае. Но знак однозначно советую. Потому что штука классная. Он маленький. Конечно, наши автомобильные не складные зачастую. Но этот, по крайней мере, эффективен. И фонарик, и подсветка, и удобная ручка. Ой, ручка. Для переноски. Или установить ДТ. Вот так. Все, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok